Короче, от тепла вашего они меняют цвет. Чё за фигня? Прикольное имя. О, вот мне ручки понравились. Очень много там дневников разных цветов. У нас не всегда разрешали писать гелевыми ручками. Привет, мои крошки! Мне кажется, я нашла идеальное место для себя. Это здесь, возле комода на полу. Мне здесь очень комфортно. Не знаю, почему вот рассказывать вам что-либо. Сегодня будет видео по запросу. Да, пришла идея, и я вспомнила, что да, совсем же скоро, 1 сентября, и все готовятся в школу. И как же я могу не снять фикс-прайс, канцелярию? Я, естественно, думаю, смотри, какой пакет. Мне кажется, я взяла всё, что там было. И я думаю, как совместить приятное с полезным. Ведь мне канцелярия особо не нужна. Но вот здесь вот я набрала реально канцелярию, скажу вам, 1000 на 2, 1800, вот так где-то. И мне-то она не нужна. Думаю, кто идёт в школу? Вспомнила, что мой племяш идёт в школу. Звоню своей сестре и говорю, сеструнь, вы что-нибудь брали? Она говорит, нет, мы ещё ничего не брали. Я говорю, ничего не бедите, я вам сейчас в фикс-прайсе всё возьму. Заодно моим девочкам покажу, что продаётся, что мне понравилось, показалось интересным. Ну что, поехали? Итак, естественно, я всё брала немножко под мальчика, то есть что-то голубое. Хотя, ну, что-то голубого цвета, там синий, зелёный, красные цвета. Но там также есть и разные цвета для девочек, розовые, приятные. Так, первое, что я взяла... Нет, не первое, давайте начнём просто с бумажного всего. Я нашла вот такая цветная самоклеящаяся бумага. Стоит она 55 рублей. Мне показалось это интересно. Я не знаю, что делают, но в любом случае, да, бывает цветную бумагу, просто там вырезают что-то, потом наклеивают сзади и клеят куда надо, да? А тут она самоклеящаяся. Это, по-моему, очень круто. Так как мы это отдаём своим родственникам, мы можем всё пооткрывать и посмотреть. Я, кстати, не знаю, на самом деле, очень дёшево там или нет получилось. Это вы мне уже, если что, скажете в мой инстаграм, я его здесь оставлю, да? Значит, смотрите, здесь у нас цвета чёрный, зелёный, оранжевый, красный, жёлтый, коричневый, синий и розовый. Да, вот такие вот. 8 листов цветов. Вот они с одной стороны, как бы на такой наклейке. Значит, вот такая. Дальше я взяла, что я взяла? Вот такой вот альбом. Мелованный цветной картон. 20 листов, 10 цветов. Вот так, для пацана тоже. Там, кстати, были интересные такие. Картинка какая-то. В общем, тоже цветной картон. Разноцветный. По два каждого цвета. Мне кажется, это тоже, наверное, у него... Блин, девочки, представляете? Это, наверное, такой возраст, когда ты реально не запоминаешь второй или третий класс. Для меня одинаково. Поэтому то ли он во второй идёт, то ли в третий. Третий, по-моему. Вообще, тётя, да? Охренеть. Взяла вот такие папочки. Так, картон. Я, кстати, не помню. Это у меня огромный чек. Я не помню, что сколько стоит. Могу потом в конце, кому интересно, я прям по чеку пробегусь, если хотите. Значит, вот такие просто уголки. Вот они тоже всех цветов. Набор такой разноцветный я взяла, потому что мало ли, что-то ему там захочется. Здесь пять штук. Дальше. Дальше я взяла ему просто вот такую тетрадь. Мне показалось, она такая очень классная. Она большая, то есть она выглядит сейчас как маленькая. Но вот по сравнению с обычной тетрадкой она побольше. И здесь мне понравилось, что здесь клеточка голубая. И я очень люблю тетрадки. Вот что очень сложно в фикс прайсе с этим. Тетрадки очень, ну, некачественная внутри бумага. То есть клетка какая-то, ну, бумага сама. Знаете, бывает белая, яркая. Я это еще со школы помню. Бывает белая, яркая, красивая. Здесь беленькая, тут беленькая. А бывает, знаете, вот как туалетная бумага такая за 2 рубля, за 2 копейки. Да, тоже такая жесткая, какая-то некрасивая. Я так не любила писать в таких тетрадях. Но вот это мне понравилось, потому что здесь голубая клетка. И достаточно светлая. То есть одно из хороших. Ну, то есть это можно открыть и посмотреть, да. То есть вы не прогадаете. Так, альбом взяла вот такой вот красивый. Альбом для рисования. Да, ну, он нейтральный такой для девочек, для мальчиков. Ну, вот листы здесь такие. Ну, как бы не такие белые, как я прям люблю. По-моему, там других и не было. Но они и не такие черные, как я не люблю. Такие серые, желтые, да. Хороший альбомчик. Я думаю, пригодится. Че, порисовал, выкину. Такие расходные материалы, они будут нужны. Так, цветная мелованная бумага, это уже не самоклейки. Это просто, здесь достаточно много их. Просто цветная бумага, то есть не картон. Просто бумага цветная. Такая еще. То есть цветной бумаги у него будет много. Дальше, что еще? А, дневник. Очень много там дневников разных цветов. И, кстати, здесь вот, да, все светленькое. Мне понравилось. Нормально. То есть такое еще терпимо было. Че кричишь, Дэнь? Такой дневничок. Обложки для тетрадей там есть. Два тетч-штук я взяла. Я не знаю, сейчас пользуются у нас обложками для тетрадей в школе или нет. Взяла наклеечки ему такие. И думаю, вдруг ему что не понравится, там захочет как-то аппликацию сделать на свои тетрадки. Взяла вот такие машинки. Конечно же, там есть и девчачьи, и много всего прикольного. Взяла вот такие вот тетрадки. Причем они разные, две. В клеточку. Потому что у них там прописью, они еще пишут, у них там вот такая разлинованная, тонкая. И, короче, одна клетка крупная вот такая, а вторая клетка мелкая. Видите, бумага тоже. Здесь светлая классная, здесь поменьше. Я взяла ему такую тетрадочку, такую тетрадочку, я не знаю, что-нибудь пригодится. Ну, вам, чтобы показать, какие тетрадки там бывают. Еще вот такие тетрадки взяла тоже. Вот, кстати, мне в школе очень нравились вот такие тетради. Они стоили намного дороже, и у меня, если была такая одна-две тетрадки, я очень, честно говоря, любила. Сейчас у нас такое разнообразие огромное, и так все доступно, что, мне кажется, сейчас все дети имеют такие красивые тетрадки. Но раньше, когда училась я, они тоже в клеточку, когда училась я, то, ну, как бы, я помню, что по бюджету нам било это, и у меня немного было таких классных тетрадок. Я решила вот ему купить такие тетрадки. А, вот еще наклейки с циферками, с буковками и циферками. Так, также я ребенку взяла пластилин. Значит, смотрите, один пластилин я взяла, потому что мне очень понравилось, что здесь присутствует золотой и серебряный цвет. Я такой пластилин сама покупала, у меня где-то был, что-то я там из него делала. Решила ему такой один взять, вдруг он захочет, что-то серебряное и золотое сделала. А второй, это какая-то новинка у них, кстати. То есть здесь пластилин чуть поменьше, но здесь больше цветов. И здесь, смотрите, какие розовые, яркие, красивые цвета. Вот, мне нравится. Красиво. 18 цветов вот в этом, а в том 10. Дальше я взяла ему вот такая штука, мне понравилась, ну, фломастеры. Сколько их тут? 12 штук, по-моему. 99 рублей стоит, мне понравилось на подставке, что стоит. Кстати, неизвестно, оно как. И когда мы перевернем вот так, можно вот так, чтобы поставочка осталась, и в прозрачной штучке такое стоят, как вы видите. Ну, опять же. Короче, прикольная вещь вот эта. Я ему вообще, на самом деле, набрала много всего. Вот здесь пастель масляная, 16 штук. Ну, рисовать, да, я же ему альбом взяла. 55 рублей стоит. Сейчас я вам покажу. Вот, много разных цветов. Масляная пастель, я думаю, что она очень красивая и мягко будет рисовать. То есть, можно будет что-то делать реально красивое. Потом карандаши взяла простые. 12 штук с мягким грифелем. Такие карандашики. Поточенные они там нет? Да, они все поточенные. Вот такие. Простые карандаши, я помню, всегда. Они то ломаются, то там теряются, то еще что-то. Так же, как и ручки, в принципе. Цветные карандаши. А, еще, смотрите, цветные карандаши. Они меняют цвет. Это мне очень понравилось. Помните, у меня была футболка, я что-то покупала, делала аппликацию такую. Когда я одеваю ее на себя, она меняет цвет. И здесь тоже. Вот, смотрите, он зеленый. Видите, зеленый? Сейчас я его вот так беру в руки. Сейчас. Это он? Это они или нет? Да, это они. Должен менять цвет. Что-то не меняет цвет. Не поняла. А вот, вот этот, смотрите. Да, меняет. Сейчас, смотри. Почему-то на зеленом это не видно. Короче, от тепла вашего они меняют цвет. Или от цвета. И от чего они меняют цвет? От чего они меняют цвет? Ладно, давайте возьмем вот так вот несколько. Вот, они одного цвета. Я их беру, держу. Я прям там проверяла. Все работало. Вот. Что за фигня? У меня цвет, если ты до них дотронешься. Мне кажется, им яркий свет мешает. Офигеть. Ну, короче, что-то я не вижу, но я проверяла прям в фикс-прайсе. Я доставала. Вот так вот взяла. Открыла. И он цвет поменял. Короче, я думаю, что пацан разберется. Есть, в общем, вот такие там карандаши, которые меняют цвет. Но с этим нужно разобраться. Так, кисточки взяла 77 рублей. Здесь разные, большие и совсем маленькие есть вот такие кисточки. Так, из натурального волоса написано. Одна кисть из щетины для клея. Четыре кисти для рисования из волоса пони и козы. Вот. Здесь написано все. На каждой кисточке написано пони. Взяла ему степлер. Потому что сестра говорит, степлер постоянно нужен. Здесь со степлером идут сразу наборы. И там были голубые, я взяла вот такой вот черно-билый. Мне кажется, он прикольный. Ну, целый набор скоб здесь. Еще я взяла вот такой набор ножницы. А вот это такой очень компактный, интересный нож, который выдвигается. Канцелярский нож такой. Я тоже думаю, это пригодится для аппликации, для всех дел. И, кстати, мои молитвы услышали. Я давно уже все время думаю, что это такое. Подхожу в экспрессе. Думаю, взять нельзя. А это фартук с карманом. И нарукавниками. Вот такой вот, как здесь. Я думаю, а, ну мне оно не нужно. А теперь вот вам, пожалуйста, фартушек. Так, он открывается как-то. Ага, он запечатан, мы его не откроем. Но, в принципе, здесь все просто. Здесь все нарисовано на картинке, на этой девочке. Просто цвет я взяла такой зеленый. Морской волны и зеленая окантовочка. Ну, мне кажется, для мальчика нормально. Еще мне понравились здесь линейки. Линейки эти непростые. Прикольно. Да? Ну, блин, я бы себе хотела такие линейки. Разные цвета там есть. Наверное, взяла такой желтый. И все, он просто гнется. То есть, железные, блин, ну, не прикольно. Да, там, деревянные тоже. Пластмассовые могут сломаться. Еще что-то. Короче, прикольные. Прикольные линейки. Еще я увидела здесь вот такой пенал. Решила ему взять. Как-то он привлекает. Очень много разных расцветок. Но, мне кажется, он как раз-таки помещается. Я померила. Все помещается сюда. Все карандаши. То есть, в размер карандаша будет ходить с такой туфлей. Если захочет. Так. О! Вот мне ручки понравились еще. Смотрите, какие красивые. Секаря. Там очень много разных цветов. Были в горошек. То есть, вообще, тренд на тренде, да? Восемь ручек. Это набор декоративных гелевых ручек. Черные чернила. Кстати, не знаю, зачем он черный. Может быть, ему нужны были бы синие. Ну, ладно. Что взяли, то взяли. Но я ему взяла и такой набор. Такие есть еще. Гелевые ручки. Я не знаю, кстати, я слышала когда-то, что гелевыми ручками где-то и нельзя писать даже. У нас не всегда разрешали писать гелевыми ручками. Потом что-то вроде разрешили. Короче, черные, красные, синие. Это он будет подправлять оценки, когда ему двойки будут ставить, на пятерки будут менять. Делали вы так в школе, нет? Мы делали. Потом еще один набор цветных двусторонних карандашей. Вот такие. Сейчас вам один покажу. Карандашик. Как выглядит. То есть получается в два раза больше цвета, да? С одной стороны зеленый, с другой стороны синий. Мне кажется, очень удобно. Функциональные карандаши называются. 55 рублей они стоят. Где цена написана, я буду говорить сразу. Вот такие стерки взяла. Мне кажется, они крутые. Стерочки вот такие. О, что это я еще взяла? Это я еще взяла. Это набор цветных карандашей, 16 штук. Мне кажется, цветных карандашей много не бывает, да? Тоже с машинками. Видите, все вообще под пацана. Вот такие вот цветные карандашики. Так, ну пусть одни дома будут. Одни всегда что-то новое, всегда клевое. Приятно. Так, вот такие точилки классные, смотрите. Это у нас машинка, самолетик, пацанячая. Там, по-моему, было еще что-то девчачье. Еще мне очень понравилась вот такая тема. Скрепки фигурные, смотрите. Ну, там тоже они разные, звездочки и так далее. А здесь есть машинки. Какая-то закручивающая штука такая непонятная. Буквы, что ли, какие-то. Короче, 25 скрепок. Мне кажется, они прикольные. Машинка меня, ой, не машинка, а самолетик меня привлек очень. А, вот тут нарисовано. Самолетик, яблочко, бутылочка, стрелочка. И вот кружочек какой-то типа разговаривает. Тема. Так, обязательно корректоры. Это что-нибудь ему исправлять. Ручка корректора. Блин, у меня вот такого не было. У меня был какой-то корректор, который быстро засыхал. Все, я бесил. Так, ну что? Все. Все. Вот, 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 вот вам и набрала. Все, мои хорошие. Я хочу нашему молодому поколению пожелать вдохновения к учебе. Я не знаю, кто-то любит учиться, кто-то нет. Я не особо любила учиться. Но знание – сила, как говорится. И поэтому не надо стараться взрослеть, да, очень рано. Потому что потом, когда вы повзрослеете, вы подумаете, какое было прекрасное время. И что занимались чем-то не тем, да. Мне кажется, что, блин, это круто. Это круто, блин, учиться, всяких ломастер, что-то рисовать, творить. Я любила какие-то предметы очень. Музыку, труды, физкультуру очень любила. Математику, на самом деле, очень любила. Но меня все время тянуло погулять. Но, кстати, я вам скажу, что, когда было 1 сентября, у меня не было такого, что, блин, не кайф в школу. Мне всегда кайф туда идти. Первые там несколько месяцев я всегда хорошо училась, и мне все это нравилось. Пока оно все такое новенькое, да, соскучилась там за всеми. Потом уже что-то съезжала я. Но вы так не делайте, за мной не повторяйте. В общем, я желаю, чтобы родители вам накупили всяких много разных классных приколюх. Чтобы вы с ними с удовольствием бежали в школу. Чтобы за вдохновением и желанием старались и учились. Чтобы у вас были только пятерки. Фикс прайс нам в помощь. Я надеюсь, что цены на самом деле стоят того. Кому что-то понравилось, бегите в фикс прайс. Там, я думаю, там в школе, на самом деле, можно закупиться хорошо. Все, я вас люблю, целую. Желаю вам побольше пятерок и хорошего настроения. Все, пока-пока. Так, давайте теперь, кому интересно, мы пройдемся. Набор декоративных гелевых ручек 77 рублей. Простые карандаши 50. Точилка фигурная 50. Набор фломастеров 12 штук 99 рублей. А, это вот они. Гибкие линейки 50 рублей 2 штуки. Мне кажется, нормально. 99 рублей фартушек стоят. Так, двусторонние карандаши 55 рублей. Так, набор гелевых ручек 50. Ластики 25. Карандаши в пенале. Это вот это. 77 рублей. Так, дневник 50 рублей. Пластилин 55 рублей. А второй 99, который большой, новый 99. А там, где серебро, 55. Так, тетрадки по 10 рублей. Такие простые. Что еще? Обложки 50 рублей. Набор. А вот еще 3,50 и 2,70. Это, наверное, эти тетрадки в клеточку. Самые простые. Самоклеящаяся цветная 55 стоит. Так, пластилин 99 сказала уже. Цветной картон 50 рублей. Канцелярский нож с ножницами 50 рублей. Цветная бумага мелованная 50 рублей. Ну, короче, альбом для рисования 25. Так, тетрадки по 50 рублей. Степлер 55 рублей. Скрепки фигурные 50. Пастель маслина 55. Вот. Ручка-корректор 25 рублей всего. Набор кистей 77 рублей. И натикала нам с вами.